всем привет сегодня я покажу очередное видео видео из серии как отрегулировать схождение развал у меня хороший схождение колес передних колес моего автомобиля honda в связи с чем я занимаюсь уже будем говорить на этой неделе второй раз регулировкой а связи с тем что есть так называемые стойки амортизаторные они есть у любого современного автомобиля с подвеской макферсон вот но на honda небольшой нюанс если на всех вернее не на всех на большинства автомобилей с подвеской макферсон рулевая тяга крепится не к стойке амортизаторной а к ступице то на honda сама тяга рулевая крепится к амортизаторной стойки и на этой стойке расположен рычаг так вот поменял я на новые стойки вернее не на новые а на родные у меня были родные стойки менял я прошлом году стойки на купленные то есть я купил их незадорого год отъездил и можно сказать им пришел капец вот смысл в чем вот стойка вид сверху вот эта чашка под пружину предположим здесь пружина и от стойки отходит рычаг прям к стойке еще раз говорю не к ступице к стойке а вот это у нас рулевая рейка е-мое шевелится все рулевая рейка из нее выходит рулевая тяга здесь вот она регулируется эта тяга сама тяга в нее выворачивается здесь наконечник так вот например покупаю я стойку неродную бушную там или может быть купленную от другой фирмы и рычаг отличается предположим вот это вот ось все стойки должны делать чтобы вот это вот соответствовало здесь угол 90 градусов а я купил другую стойку и ось немножечко немножечко там на на градус или на 2 градуса я не знаю ушла в сторону за счет этого цепляем стойка поворачивается и колеса вот колесо которому она крепится за счет того что вот этот рычаг изготовлен не точно по старой колесо поворачивается вместе с ним так вот сейчас поменяв стойки на другие я подозреваю что вот этот угол вот этот угол разный и поэтому колесо ведь сверху колеса колеса стойки колесо колесо ушло на некий градус вот этот вот градус я не знаю сколько 2 градуса 3 градуса ну и там сейчас я прикручу когда свою приспособу посмотрим у меня приспособа работает так к саму к самому колесу вот эту стойку рисую чуть-чуть не сложно сказать это чуть назвать это чертежом рисую рычаг который прикручивается рулевая тяга есть стойка крепится к ступице приворачиваем прикручиваем на изоленту я прикручиваю регулировочные свои бруски на этих брусках установлен квадрат и к одному из брусков здесь вот саморез закручен вот так прикручена нитка если колесо уходит в сторону ну представьте колесо ушло в сторону значит этот квадрат вместе вот с этим бруском тоже уходит и нитка у нас пойдет вот так вот то есть мы будем видеть или в другую сторону наоборот тогда она будет здесь цеплять попробуем отрегулировать вот они мои приспособы которые буду сейчас ставить на переднее колесо вот эти квадратики этот и вот этот здесь натянется нитка и по ним буду смотреть ставим приворачиваем эту приспособу к колесу прикрепил я при помощи изоленты можно конечно и нужно сделать специальные резинки но пока еще и не доделал значит заднее колесо вот с одним квадратом высотой 18 миллиметров переднее колесо с двумя квадратами высотой 15 миллиметров так как мне 15 половиной миллиметров так как передняя колея шире задней с каждой стороны на два с половиной миллиметра ну и с этой стороны тоже самое переднее колесо и заднее колесо теперь я буду привязывать как бы индикаторную веревку здесь вот специальная прорезь вот видите чтобы она не уходила сейчас у меня руль более-менее правильно стоит видите разницы пойдем на другую сторону так смотрим видите зад насколько отошел с этой стороны то есть сантиметра два здесь нет полтора и с этой стороны то есть получается колеса оба колеса смотрят наружу то есть если вот так брать по ходу движения передней части колес смотрит наружу смотрим на руль руль более-менее ровно сейчас когда буду регулировать мне надо сюда привязать брусок потому что если начну колесо тянуть он может утянуть и руль и тогда спицы будет неровно вот так вот блин как же мне там отворачивать придется проверив что развал вернее схождение неправильно я сейчас пытаюсь сделать что мне для этого нужно мне нужно ослабить рулевую тягу вот она здесь есть я уже я уже колесо вывернул вот оно колесо я вывернул его во внутрь чтобы добраться до гайки для контрагайки которая держит рулевую тягу чтобы она отрегулированная стояла на месте вот эта большая контрагайка на 24 ключ на 24 вот он плохо видно наверно вот самая большая гайка вот на этой тяге ключ на 24 я и уже сорвал но еще побрызгал vd-40 и теперь мне надо сделать то же самое с левой стороны сейчас поворачиваем руль заметьте делаю все без ямы вот так вот натянулась веревка капроново как она выдержит выдержит но если чего еще потом подтяну моя задача была посмотреть сначала а потом принимать решение ну вот решение принял что надо регулировать видите грязи сколько тряпочкой протираем протерли теперь надо бы помазать залью его дышки мало наверно неудобно зараза поворачиваю баллон там жидкость скатывается вперед и плохо бежит поэтому выключу камеру вот он ключ на 24 мне надо будет тянуть вверх конечно можно было снять колесо и попробовать не попробовать я уже пробовал снимал колесо ослаблял мне охота снимать пробуй без снятия колеса сорвал принципе хорошо пошло от руки вот это вот гайка кому непонятно и эту сторону сейчас выставлю колеса как положено еще раз раз видите растянул сильно уже растянул ничего страшного роль выставляем ушло у нас здесь ничего все отлично все отлично с той стороны все стоит на месте проверим сзади ушло или нет ничего не ушло все хорошо подтянем все стоит на месте видите насколько если я показывал на прошлом видео вот это расстояние вот отсюда от этого квадрата до веревки было где-то миллиметр то сейчас это расстояние расстояние 13 миллиметров получается на 12 миллиметров стойка которая установлена сейчас этот рычаг который вначале видео показывал рисовал рычаг во внутрь повернут и здесь посмотрим есть 10 миллиметров надо исправлять посмотрите чтобы избрать исправить вот этот вот зазор нужно рычаг который поворачивает поворотный рычаг или как рулевая тяга его нужно удлинить а чтобы удлинить ну видне удлинить чтобы колесо ушло сюда а чтобы удлинить нужно выкручивать ее из из наконечника рулевой тяги которая прикреплена именно вот к этому рычагу рычагу который идет от рулевой вернее от амортизаторной стойки сейчас попробуем это мы будем делать ключом на 14 оборот полтора сделал проверяю смотрю на спицу хотя тут можно было такой брусок от края до края бросить и уже она никуда бы не делась ладно смотрим что у нас получается помните я говорю 13 миллиметров было идет не идет сейчас проверим об уже 2 миллиметра 3 миллиметра почти ушло крутим дальше зазор уменьшается и не знаю специально вот эти места сделаны для того чтобы регулировать или случайно not honda в моей honda civic 2001 года выпуска немножко неудобно но можно подлезть в тойоте бы колдин я так не подлез у меня была колдина до этого надо будем крутить вот регулирую и призвал тут на помощь третьих лиц жену то есть для чего она сейчас будет держать ровно руль старайся ровно держать просто вот отсюда держи я буду регулировать лариса держит немножко получилось у нас техническое видео перемешка с логом регулировал на 14 ключом решил взять на 19 там вот видите шестигранник на 19 но неудобно на 14 во первых далеко лезть и большим все равно лучше регулировать другой ключ взял на 19 потому что но тот длинный начинаешь крутить он все цепляет ну ка смотрим этим получше посмотрите продолжаю крутить осталось где-то миллиметра 43 может быть посмотрите подвел примерно один миллиметр тут расстояние даже практически вы не видно вот ну оставлю так одну сторону выставил теперь я законтрогаю прям от руки законтрогаю надо же не идет от руки придется ключом а потом вторую сторону так вот и вторая сторона почти подошла чуть-чуть пол обороте кайта застать все на место и смотрим еще чуть-чуть сравним с этой стороной да чуть-чуть еще надо так назад крутится очень легко я еще думал может быть подложить сюда какую-то пластину чтобы она полегче крутилась нормально все крутится всяких пластин пора затягивать ну вот так вот без ямы просто в гараже на ровном полу при помощи таких нехитрых приспособлений я считаю что от регулирую отрегулировал идеально и никакой то что никакой не хуже чем компьютер потому что ребята которые там на компьютерах работают они по большей части свои не понимают чуде вот эти свои приспособлены колеса цепляют надо же их еще ровно прицепить я уже рассказывал прошлом видео у меня родственник поехал на компьютерную регулировку и резервы стал отжрать переднюю поэтому поэтому вот так не доверяйте никому делайте сами honda civic прям это у нас 7 поколение прям регулируется ну не на 1 2 нормально все всем пока регулируйте да и не стесняйтесь не бойтесь у вас получится а